Здравствуйте! Моё сегодняшнее видео для любителей антикварных вещей. Я хочу вам показать некоторые штучки, которые уже не одно поколение хранятся в нашей семье. И начну я с вот таких вот часов. Когда-то они были в деревянном коробе, но от старости в коробе в том завёлся шашель, и мой папа уже лет, наверное, 50 назад сделал вот такой вот коробочек из плексиглаза. А часы эти очень старые. Ещё мой дедушка рассказывал, что когда он был маленький, в их семье эти часы уже были. Вот. Дедушка мой рождение был 1901 года, поэтому часы эти явно ещё очень старые. Вот. Я покажу сейчас вам поближе. Смотрите, какие они красивые. К сожалению, сейчас они не ходят. Может быть, просто я не знаю. Вот к ним есть ключик. Вот такой вот. Я пыталась их завести, но здесь очень тугая пружинка. Я побоялась поломать. Поэтому я не стала это делать. Я вам покажу. Смотрите, насколько тут интересный механизм. Эти часы когда-то звенели. И даже было так, что я когда была маленькая, меня они ночью иногда будили. Поэтому мы звона сначала отключили. Они звенели каждый час и каждые полчаса. Вот такие вот интересные часы. Вот. Ну, кто любитель старины, кто в этом деле понимает, я думаю, ему будет интересно. Видите, здесь виден механизм. Вот такое все красивое и все резное. Вот. Еще я вам хочу показать статуэтку из моего детства. Эта статуэточка стояла всегда у родителей на столе. И мне всегда очень нравилось ее рассматривать. Смотрите. Это из сказки Старик и море. Значит, дедушка рыбку ловит. Это корыто разбитое. А здесь написано, что это вот, смотрите. Да, видно. Гжель, да? Вот. Это вот такая вот старая. Ой, плохо видно. Резкость не наводится. Сейчас я что-нибудь попробую исправить. Ага, вот. Отлично. Навелось. Вот. Очень красивая. Мне, во всяком случае, с самого моего детства она очень нравилась. И еще хочу вам показать тоже вот такую вот фарфоровую статуэтку. К сожалению, у нее немножко ножки отбились. Они были приклеены. Но вот смотрите, какая красивая девочка-балеринка. Не знаю, вам видно или нет. Вот эта вот переливчатая перламутровая юбочка. Необыкновенная красота. И тоже говорю, что это статуэтка из моего детства. И я всегда с большим удовольствием всегда смотрела. И мне это очень нравилось. Это девочка. Сейчас я вам покажу, что здесь пишут. Так, что у нас здесь пишут? Вот. Верпилки. Какой-то ДФЗ. Ну, я не большой специалист. У меня есть подписчик на канале. Он все эти знаки, конечно, знает. И ему, я думаю, будет интересно посмотреть. У него, по-моему, такой статуэтки я не видела. Я ему продам. Ну вот. И под конец я хочу показать вам вот эту вот икону, которую я нарисовала, будучи, ну, не знаю, может быть, в седьмом, может быть, в восьмом классе. То есть ей тоже уже она стала с того времени очень раритетной. Вот. Она, будем говорить так, стоит практически на одном месте все время. Ну, и вот такие вот интересные вещи я хотела вам показать и поделиться с вами. На этом всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok